Всем привет, друзья! С вами Артём и киберспортивный магазин Fofrag. Сегодня глянем с вами на гарнитуру от компании Аудиотехника, а именно Аудиотехника G1. Мы уже с вами смотрели на старшую беспроводную модельку данной гарнитуры. А сейчас будем чекать проводную версию. Для тех, кто не в курсе, хотя, наверное, таких очень мало. Аудиотехника — это компания, которой уже около 59 лет на рынке, и как нетрудно догадаться, по названию, да, занимаются они чем? Правильно, аудиотехникой. Компания занимается производством устройств среднего и премиального класса. Ну и ценник тут соответствующий. За царскую полторашку деревянных ловить тут нечего. Японцы делают вещи! Итак, переходим к гарнитуре. Визуально она как две капли воды похожа на свою беспроводную версию. Отличие тут, как ни странно, в чём? Правильно, в проводе. Он, кстати, несъёмный, хотя визуально кажется, что его спокойно можно достать из гарнитуры. Пробовать это провернуть я не советую. Кабель в резиновой оплётке, мягкий, упругий, длина у него 2 метра. На проводе есть пульт управления. На нём регулируем громкость и включаем-отключаем микрофон. В минусы проводу я бы занёс его постоянное стремление закрутиться. Вот так вот. Гарнитура выполнена преимущественно из пластика. Металлическая тут только оголовье. Ну вот, пластина в оголовье. Уши сами достаточно лёгкие. Посадка на голове комфортная. Ничего нигде не давит и шея не устаёт. Весят наушники примерно 250 грамм. По комфорту использования тут всё в порядке. Амбушюры комбинированные. Часть, которая соприкасается с вашей головой, из мягкой ткани. Борта из эко-кожи. Благодаря чему, вот как раз таки, место контакта головы с гарнитурой не потеет. При этом из-за кожаных бортов имеется хоть какой-то уровень шумоизоляции. Кстати о ней. Шумоизоляция тут средненькая. Если вы ничего не слушаете в наушниках, и у вас там тишина, то вы достаточно хорошо слышите обстановку. Если вас кто-то позвал или зазвонил телефон, вы услышите. Но если включить музыку, где-то хотя бы процентов на 20 громкости, то услышать телефон в другом конце комнаты будет уже проблематично. Гарнитура поставляется без какой-либо внешней звуковой карты. Соответственно, об источнике звука нужно будет позаботиться заранее. Тут у беспроводной версии, конечно, есть некоторое преимущество, потому как вы покупаете готовое решение, подключил и пользуешься. С другой стороны, проводная же версия даст вам более качественный звук. Опять же, если позаботиться об источнике. То есть, если у вас есть какая-то плюс-минус адекватная звуковая карта, то все будет хорошо. Да, конечно, их можно подключить напрямую в звуковуху компа, но так наушники не дадут вам всего того, что в теории могут. Сам звук тут отличный. Мне очень понравилась беспроводная версия, там я действительно кайфанул от звука. А в проводной версии, как нетрудно догадаться, все может быть еще лучше. Но опять же, вы упираетесь в источник звука. В плане игр, в ушах прекрасно слышно, кто где топнул, кто где перезарядился и так далее. Перефразирую так. Это, на мой вкус, одни из лучших наушников по звуку из игрового сегмента. Они реально очень круто звучат. Тут есть отличный глубокий бас, при этом он не заливает всю картинку. Высокие не режут уши, при этом даже на фоне баса они не теряются и звучат достойно. Серединка тут немножко глуховата, но в общем и целом гарнитурка реально годная. Только вот поймите меня правильно, я не говорю, что она самая лучшая. Я говорю, что она одна из лучших и, на мой вкус, стоит где-то вверху списка игровых гарнитур в моем личном топе. Краткие характеристики у гарнитуры следующие. Это у нас наушники закрытого типа. Драйверы тут 45-миллиметровые с частотной характеристикой от 5 Гц до 40 кГц. Impendance 45 Ом. Микрофончик тут конденсаторный с гиперкардиоидной направленностью. Частотная характеристика микрофона от 30 Гц до 20 кГц. Кстати о микрофоне. Он тут есть и он съемный. Если кто не понял, сейчас запись идет именно на микрофон гарнитуры. Звучит микрофон достаточно неплохо, как для гарнитура. Опять же, не устану повторять, что так как вся гарнитура подключается по 3,5-миллиметровому джеку, то и качество микрофона тут будет зависеть напрямую от вашей звуковой карты. Он у вас может работать и лучше, чем у меня, и хуже, чем у меня. В этом вся загвоздка. Если гарнитурка по USB подключается, то там все получат примерно одинаковое звучание. А вот по 3,5-миллиметровому джеку, извините меня, надо быть осторожным. В общем и целом, мне обе версии данной гарнитуры понравились. Внешний вид у них одинаковый и в целом на любителя. Он, прямо скажем, не совсем строгий, но и не совсем оляпистый. То есть, не совсем-таки красивый и не совсем-таки некрасивый. В общем, вкусовщина. Посадка у гарнитуры отличная. Вес в 250 грамм способствует комфортному длительному геймингу. То есть, вы реально в них долго сидите и никакого дискомфорта нет. Звук. Звук тут, ну, хороший. Вот нет каких-то проблем с ним. Вот нет проблем, чтобы распознать противника по шагам. Нет проблем с фильмами или музыкой. Звучат уши отлично. Я заметил вот такую особенность, что премиум продукты, они разделяются на два типа. Первый, это когда ты получаешь красивую коробку, богатую комплектацию, много глянцевого пластика, много красивой макулатуры и так далее. То есть, платите деньги не только за саму конфетку, а еще и за обертку. А второй тип премиум продукта, это когда вы получаете действительно годный продукт. Ну, я имею ввиду, платите именно за то, чем будете пользоваться. Платите за саму конфету, так сказать. Вот тут как раз второй вариант. Ведь тут достаточно в простенькой коробочке вы получаете гарнитуры, микрофон и разветвитель. Все. То есть, платите именно за звук и комфорт. Вот как-то так. Спасибо, что посмотрели данное видео. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на социальные сети. Сейчас там много вкусных скидок и промокодов. Так что, не протеряйте момент, как говорится. Ну, а я желаю вам топовых девайсов. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok